Как пройти стажировку в Китае? Что с образованием? Очень холодно. Помогите! Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Маргарита Михайлова. Российская автомобилестроительная компания «Солерс» открыла в Казани центр продуктового развития. Участие в церемонии принял ректор КФУ Линар Сафин. Новый центр призван стать площадкой продуктовой кооперации компании с технологическими партнерами в России и за рубежом и точкой притяжения для российских инженеров, молодых специалистов, начинающих свою карьеру. Проект реализуется при поддержке правительства Республики Татарстан и Раиса Татарстана Рустама Миниханова. Студентка Казанского федерального университета Яна Ли получила стипендию международного преподавателя китайского языка. Как ей это удалось и что ее ожидает, расскажем в следующем сюжете. Я вот когда приходила в КФУ, я скорее хотела дальше идти переводчиком или что-то языковое. А именно стремление стать преподавателем у меня появилось уже по ходу обучения здесь. Перспектива повышения квалификации за границей всегда привлекала талантливых студентов, которые хотят стать специалистами в своей сфере. Так, для подготовки квалифицированных китаистов и преподавателей китайского языка, Центр международных языковых обменов и сотрудничество Министерства образования КНР учредил стипендию международного преподавателя китайского языка. Этот образовательный грант совсем недавно получила студентка Казанского федерального университета Яна Ли. Еще до поступления в высшее учебное заведение она знала о возможности обучения в Китае. В подобной программе когда-то удалось поучаствовать ее старшей сестре. Спустя длительное время ожидания результатов тяжелого отборочного этапа девушке наконец пришло письмо о получении стипендии. У КФУ есть очень много соглашений с вузами других стран, поэтому я так прочекала, где что есть. И грант международного преподавателя китайского был вообще идеальный. Там и стипендия, и общежитие, и страховка. К тому же повышение квалификации, потому что я ведь на данный момент работаю преподавателем. И после года там я устану не просто преподавателю китайского, а международного уровня. Поэтому весь год я собирала документы, подавала заявления, сдавала экзамен, чтобы выиграть этот грант. Процесс отбора проходил в несколько этапов, на каждом из которых претенденты на получение гранта должны были показать свой уровень владения китайским языком, а также раскрыть свой творческий потенциал. Сразу после сдачи международного экзамена по китайскому языку студентам необходимо было написать мотивационное письмо и записать видео о себе и планах на будущее. Последний этап – это отбор на уровне канцелярия Международного совета китайского языка. Со всеми этапами девушка смогла успешно справиться и уже начать строить планы на будущее. Ведь главная мечта студентки – открыть свою школу изучения китайского языка в России. Именно обучение в Китае сможет дать ей необходимый опыт и мотивацию для реализации своей цели. Всех своих знакомых китайцев уже расспросила и уже достала с этими вопросами. Своё письмо я отправляла всем знакомым, чтобы они проверяли, нормально или нет. А видео у меня уже, я даже помню, около 60 дублей у меня ушло, чтобы снять это видео. Сама стипендия включает в себя курс повышения квалификации, который будет длиться год обучения и стажировку в Хунаньском педагогическом университете города Чаньша. Также сюда входит проживание в общежитии, медицинское страхование и выплата денежного пособия в размере 2,5 тысяч юаней в месяц. Таким образом студенты могут получать образование в комфортных для себя условиях и не переживать о финансовых проблемах, полностью отдавая себя обучению. Дарина Кудренова, Маргарита Михайлова, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Ньюз. Серия августовских конференций, посвященная году педагога и наставника, прошла в Елабужском институте Казанского федерального университета. В сюжете расскажем о том, что ждет образование Елабуги в новом учебном году. Августовская конференция работников образования и науки, посвященная году педагога и наставника, прошла в Елабужском институте Казанского федерального университета. Основным тезисом проектной сессии стало следующее. Мир меняется необратимо с разных точек зрения, и если подождать, то его изменят без нас. Проектная сессия была посвящена обсуждению проблемных вопросов системы образования Елабужского района. Мероприятие открыла директор Елабужского института Елена Мерзон. Здесь, в нашем институте, я вас приветствую еще и потому, что в зале сидят очень много выпускников этого учебного заведения, и этот год для нас очень знаменательный. 125 лет за это основание учебного заведения. Во время проектной сессии приглашенные гости выступили с докладами, посвященными новому плану образовательной деятельности. Так, например, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзадар Уденко рассказала о том, что учитель – это главный человек в жизни ребенка. Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан рассказала, что может дать каждый из учителей школьникам. Важным вопросом формирования личности является то, насколько каждый из нас меняет себя, формирует свою личность, передающую знания молодому поколению. Мы собираем активных учителей, директоров на базе нашего института и используем эту площадку для обмена мнениями, для постановки задач на будущий год, для какого-то диалога с учителями, изучения проблем и так далее. Разработанные программы станут основой для дорожной карты совместной деятельности кафедр Института КФУ и методических объединений учителей города. Напомним, что студент Елабужского института Казанского Федерального Университета Шамиль Магдеев стал финалистом конкурса «Будущий учитель года». С начала 2023 года кипермошенники похитили у россиян более 4,5 миллиардов рублей. Одна из наименее известных схем – дипфей голоса. Какие способы обмана существуют на данный момент, расскажем далее. Кибермошенники ежедневно находят новые способы обмана. Кто-то присылает сообщение от имени банка, кто-то притворяется вашими родными и близкими, предлагает пройти участие в опросе. И каким бы внимательным ни был пользователь, попасть в эту паутину лжи может каждый. С начала 2023 года кибермошенники похитили у россиян более 4,5 миллиардов рублей. И хотя многие схемы аферистов известны, работают они и по сей день. По статистике, атакам в большей степени подвергаются госструктуры, компании, занимающиеся продажами и организации технологического сектора. Не многие знают, но сегодня мошенники притворяются не только сотрудниками банков. Современные технологии позволяют им буквально перевоплотиться в ваших родных и близких. Дипфейк-технология позволяет изменить исходный голос на выбранный. Чтобы вы не попались на удочку мошенникам, мы подготовили для вас несколько рекомендаций. Первый способ проверки – посмотреть, с какого номера вам звонят. Современные технологии позволяют подделать номер телефона. Попросите собеседника подождать и перезвонить ему по номеру из телефона книжки. Так вы точно убедитесь, что звонок настоящий. Второй способ для тех, кому перезвонить, точно не вариант. Манеру речи можно подделать всегда, а вот память человека точно нет. Небольшой уточняющий вопрос точно все расставит по своим местам. Вкиньте в разговор несуществующий факт и задайте вопрос. Слушай, мне надо срочно за квартиру заплатить, а карту заблочили. Продиктуй номер карты, я закину тебе, а ты хозяйке квартиру переведешь. Такая просьба – первый звоночек о том, что на другом конце провода находится мошенник. Ведь операцию можно было выполнить напрямую, на карту хозяйки. Нелогично. Но здесь могла сработать элементарная паника. В такие моменты важно говорить уверенно. Ой, слушай, да вообще без проблем. Сейчас только карту найду. Как там, кстати, ты с Женей уже помирилась? Какой Жене? Третий способ проверки – оценка адекватности просьб. Если ваш собеседник просит вас перевести огромную сумму денег, продиктовать номер карты или назвать три цифры с обратной стороны карты – это повод задуматься. Ну а вообще специалисты рекомендуют ориентироваться на качество звука. Если это дипфейк-технология, то скорее всего будут какие-то помехи и странные шумы. Если рассматривать киберпреступления с точки зрения мотивов, направлены они в большинстве случаев на денежное обогащение, а не на кражу данных. По сравнению со средними значениями 2022 года, объем похищенных средств вырос практически на 30%. Все зависит от подхода злоумышленника к отправке фишинговых сообщений. Это может быть просто массовая рассылка, и тогда большая часть фишинговых писем порежется непосредственно перед попаданием их на машины сотрудников. Либо же дойдет, но эти письма в явном виде будут видны то, что это фишинговые письма. То есть там будут домены, никак не относящиеся к структурам, которые якобы отправляют эти письма. Вот, например, у меня сегодня на почту с утра пришло письмо о том, что у меня есть некая задолженность перед налоговой службой. Но домен, который содержался в письме, вообще никак не относился к налоговой службе. И было понятно, что это фишинговые письма, пытаются снять деньги. Если звонок исходит от представителя банка, рекомендации экспертов сводятся к одному. Продолжать разговор не стоит. Сотрудники банка не станут вам звонить и уж тем более требовать от вас какие-то данные. Другое дело сотрудники полиции. Они вам позвонить могут на самом деле. Но никакую персональную информацию запрашивать они не станут. Максимум уточнят, где вам удобнее получить повестку. Также опасность может подстерегать пользователей на поддельных страницах интернет-магазинов и на ресурсах для онлайн-заработка. То есть вы соглашаетесь на какую-то работу, выполняете минимальный объем работы, заработали какую-то определенную сумму. Но чтобы вывести ее, вас просят банковские реквизиты. Вы их даете и все деньги уходят с вашей карты. Самое главное в любой ситуации сохранять спокойствие. Мошенники зачастую стараются вызвать у своих жертв панику. Именно за счет такого эмоционального состояния люди и совершают необдуманные поступки. Открывают фишинговые ссылки, переводят деньги на незнакомый счет. Конечно, существуют достаточно действенные системы, отсеивающие спам-звонки. Но и они не могут справиться на 100% успешно. В группе риска люди среднего и пожилого возраста. Самый небольшой вклад, который мы можем внести в борьбу с киберпреступностью, рассказать близким, с чем они могут столкнуться и как с этим справиться. Маргарита Михайлова, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов. Универньюз. Внезапное похолодание в конце августа уже успело напугать жителей и гостей столицы Татарстана. Неужели осень в этом году наступит раньше на целую неделю? Эксперты уверяют, что совсем скоро нас ожидает такое же внезапное потепление. Каковы прогнозы синоптиков и когда наступит бабье лето? Расскажем в следующем сюжете. В Татарстане третья декада августа началась с похолодания, пришедшего на смену 30-градусной жаре. Жители республики не на шутку испугались, ведь не каждому хочется провожать лето раньше положенного срока. Однако, как утверждают эксперты, бояться раннего ухода тепла не стоит. Вызвана такая ситуация циклонической погодой и холодным фронтом, который обеспечил понижение температуры. Тем не менее, это никак не повлияет на общее состояние погодных условий. Совсем скоро она вернется в свою климатическую норму, которая в августе составляет около 16 градусов, говоря о среднесуточной температуре. Действительно, у нас температура понизилась в последние сутки. Связано это было с прохождением вторичного холодного фронта. Именно с ним были связаны осадки, которые выпадали в подавляющем количестве районов нашей республики. В то же время, этих осадков было не так уж и много. И вообще, в совокупности, этот август оказался очень засушливым. Суммарно выпало не более 19 миллиметров осадков. Говоря о погоде ближайших дней, стоит отметить, что это похолодание будет очень кратковременным. И уже завтра столбики термометра поползут вверх, и температура придет в климатическую норму. Также синоптики отмечают, что осенняя погода не будет аномальной и установится близкой к климатической норме. Однако, так называемого бабьего лета ждать стоит не раньше, чем во второй декаде сентября. Это напрямую связано с тем, что тепло никуда не уходило, и мы всего лишь стали свидетелями влияния холодного фронта. Стоит отметить, что бабье лето, как правило, бывает всегда, однако различной продолжительности. Оно может длиться пару дней, а может и недель. Все зависит от того, какой приходит антициклон. Формируется оно в результате антициклона, и от области высокого давления становится сухо. Ну, говоря о теплее, в долгожданном приходе, возможно, бабьего лета, стоит отметить, что бабье лето – это такой приход тепла после относительно холодной осенней погоды, которая продлится, например, две недели. В то же время, в этом году тепло еще не уходило, и привычная погода все еще с нами. Таким образом, ждать такой молодого бабьего лета не стоит. Молодым бабьим летом называют ситуацию, когда такое потепление приходит в последние дни августа, первые дни сентября. А у нас первая декада сентября прогнозируется в близкой климатической норме. Таким образом, ждем бабьего лета не ранее, чем во второй декаде сентября. Уже с 30 августа температура воздуха начнет повышаться. Сейчас же на территории Татарстана, по сути, установилась сентябрьская погода. В ближайшее время, 31 августа и 1 сентября, в Татарстане днем не стоит ждать более 21 градуса тепла. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok